Всем привет! Здесь я хочу представить, как можно перенести установленную операционную систему, будь то с обычного хардача или твердотельного диска на SSD M.2. Рассмотрим такую возможность на примере накопителя Samsung 970 EVO+. Хочу отметить, что на создании этого видео меня сподвиг комментарий к одному из моих стареньких роликов, где я рассказывал, как заменить жесткий диск на компьютере без переустановки Windows, а также предложение воспользоваться для решения такой задачи Acronis. Прежде всего представленную SSD я буду монтировать на материнскую плату Asus Prime B250 Plus. Для установки понадобится парочку деталюшек, из которых конечно можно воспользоваться только винтиком. Думаю, что у вас каких-либо трудностей при монтаже не возникнет. По итогу установки SSD это выглядит данным образом. Запустив компьютер, рекомендую зайти в настройки BIOS или UEFI. В моем случае, согласно указанной подсказке, нажимаю DEL. Затем на начальном экране меню перехожу в расширенный режим, где, переместившись к разделу дополнительно, в конфигурации встроенных устройств указанный пункт оставляю Auto. Из настроек выхожу нажатием на Escape. Если нужно будет применить изменения, следует воспользоваться клавишей F10. Затем, после загрузки операционной системы, работающей еще на старом диске, перейдя в этот компьютер, новый SSD может не отображаться в силу того, что он еще не размечен. Но если кликнуть правой клавишей мыши по данному значку и выбрав управления, в открывшемся окне, перейдя к данному пункту, можно наблюдать, что накопитель здесь отображается. Собственно для переноса операционной системы можно воспользоваться программой от производителя твердотельного диска. Многие изготовители предоставляют такую программу для своих SSD-шек абсолютно бесплатно. В моем случае это Samsung Data Migration. При миграции стоит учитывать, что объем нового накопителя должен быть как минимум таким же, как и старого диска. Интерфейс данной программы предельно простой и клонирование не должно вызвать каких-либо трудностей. Основываясь на личном опыте, хочу заметить, что используемое программное обеспечение может перенести систему с диска, имеющего ошибки. По окончании клонирования, нажав на данную клавишу, выключаю компьютер. После полной остановки работы системника отключаю от старого твердотельного диска SATA кабель и питание. Затем вновь запускаю компьютер и сразу захожу в настройки UEFI, чтобы проверить приоритет загрузки. У меня по умолчанию стоит новенький накопитель. Если у вас будет не так, следует перейти в расширенный режим, где в данном интерфейсе, выбрав бут, останется установить порядок запуска носителей. Выполнив изменения, сохраняя их нажатием F10, после чего можем наблюдать первый запуск Windows на новом диске. Таким образом, используя программу от изготовителя SSD, без особых трудностей можно перенести систему. Теперь давайте рассмотрим возможность клонирования с помощью Acronis. Для этого я воспользуюсь по старинке загрузочным диском с соответствующим дистрибутивом. Затем выключаю компьютер и обратно подсоединяю кабель питания, информационный к диску, с которого буду переносить систему, а точнее клонировать. Включив системник, зайдем в UEFI, где выставляем загрузку с носителя, на котором находится Acronis. Затем, нажав F10, сохраняем изменения. После запуска дистрибутива, из имеющихся продуктов выбираю Acronis True Image. В самой программе переходим в раздел инструмента и утилиты, где выбрав клонирование диска, на следующем этапе оставляем автоматический режим. Далее, при выборе исходного диска можно заметить, что SSD Cam 2 не отображается. Перейдя к выбору целевого диска, картина не изменилась. Поэтому я решил воспользоваться другим дистрибутивом, где True Image немного поновее. Конечно, в целом я рекомендую использовать последнюю версию. Выполнив здесь такие же действия, как в более старом варианте программы. На этапе выбора исходного диска накопитель Samsung отображается. Соответственно, далее выбираю его как целевой. При этом можно видеть несколько предупреждений о том, что находящаяся на нем информация будет удалена. На последнем шаге запускаю клонирование и здесь дополнительно указываю выключить компьютер по завершении. Текущая операция занимает некоторое время, по окончании которой на выключенном системнике отсоединяю старый твердотельный накопитель и запускаю его обратно. Как можем видеть, клонированная система успешно загружается. Конечно, лучше будет выполнить установку Windows с нуля, чем ее переносить. Но в некоторых случаях по временным и экономическим соображениям будет легче произвести миграцию. Также хочу заметить, что клонированную систему в некоторых случаях придется активировать. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.